здравствуйте дорогие друзья сейчас необычное время мы находимся в период называется шой вивим вообще вот иудаизм это религия времени потому что она знает насколько это все связано что в такой день например хорошо это в такой это это как значит как посев да в один сеют а в другой нет что такое шей вивим этой неделе когда мы читаем главы из торы из книги шмот рассказывающий о рабстве в египте и освобождении название шей вивим но происходит от начальных букв шмот вайра боба шелак и трое так далее чтение этой глав вообще вообще в принципе чтение торы пробуждает характер времени книги аризаля были написаны что вот эти недели вот который мы сейчас находимся они предназначены для раскаяния для того чтобы чек сел и оценил свою жизнь потому что человеку оказывается в это время особая помощь когда в египте который сравнивается с доминой печь сжигающие шлаки там очищающий металл происходило все это так и сейчас вот сложности проблемы этого времени очищает закаляет душу и сейчас много написано в себя очистить и стать богу ближе написано в этот период он чем-то подобен месяцу и лул в книгах написано что даже если спекты в которой в луле исправить тяжело а что и вами есть полное раскаяние это очень тяжелое время считается конец зимы но как и тогда это время не для того чтобы расслабляться чтобы в полную силу проанализировать что с тобой происходит больше всего бояться там вот обратная сторона что чека найдется 10 минут он сядет отключить телевизор наушник вытащить когда он сядет подумает обо всем куда я иду и в первую очередь его надо понять что человек должен выработать найти какое-то качество работать с ним первую очередь человек должен понимать что все в мире предопределено для него его заработок его ситуация и так далее сказано что однажды не желай ближнего дома своего не желай жены ближнего и так далее ведь ты просто хочет написано добавить какую-то деталь ты хочешь вот свое но еще вот это его этого яхта этого жену этого дом а так не бывает так не бывает так не бывает написано что если каждый все понимал выбор был свой мешок с неприятностями рассказывает в молодости хафицхайм был очень тяжелом положении и жена не выдержала посмотри такой вот сосед невежда учиться не умеет живет достатке мы в нищете и хафицхайм ей сказал я тебя просто не понимаю всевышний удостоил тебя мужа который изучает тору детей которые ходят их талмуд тара а ему он этого ничего не дал что же ты хочешь чтобы он наказал его еще и бедностью и все это верно вот только непонятно почему во всевышнему не дать нам все проснулся утром на мне то 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 и второму то 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 правда это был бы не бог а такой знаете там на побегушках волшебных но дело даже не в этом хафицхайм на это давал ответ он говорил что каждому человеку даются те инструменты которые нужны ему в жизни а лишние не даются приближалась жена была зима холодно и один чек решил запастить дровами попрошел в магазин попросил пилу ему говорят слушай пилы есть замечательно за полцены режет гранит тут горит то нет мне нужно пила для дерева он это причем то и нету но вот есть великолепная пила так работает просто вообще посмотри стоящая все понимаешь я не надо скидок не на хорошую мне нужна пила которая мне нужна для той функции которой я работаю для моей работы для того что ты пришел мир у тебя есть свои инструменты у кого-то другие у тебя свои свыше не раздают подарков свыше дают задачи и подходящие для исполнения инструменты дровосеку пилу каменотесу другую пилу и так далее если вашего знакомого благотворили чем-то там что вам нравится богатством да то его назначили распределять такую и спросят за каждую копейку если кого-то благотворили мудрость в башке да то можно учить нужно учить тору потребует отчета как-то использовать пользовался талантами вот поэтому не надо желать чужих инструментов это не наша специальность они нам нужны а все что нам нужно он нам дает расскажу еще даже одну историю был такой авраам зальман бывай шивы на вардока было очень голодное время холодильник и это же потом придумали вот кусочек масла там за выставляли там или хлеба там сырочка прятали там за на шкафчик или где и вот он приходит и хозяйка дома говорит что вы знаете кошка съела ваше масло он говорит этого быть не может хозяйка расстроилась как это не может быть я своими глазами видела вот кошка залезла и съела он где я вам объясню кошка съела не могло такого быть она ведь я видела своими глазами чем должен понимать что он видит сказал равзалман если она съела масло да то это было ее масло а не моё не может человек прикоснуться к тому и животное тоже к что ему не предназначено брахава от лоха об этом стоит подумать